добрый день дорогие друзья недавно я пекла вот такой стильный зерновой хлеб по рецепту который был написан в книжке которая шла к хлебопечке и говорила вам что я спеку следующий раз по рецепту который написан на муке я делала по этому рецепту цернозерновой хлеб я вам обещала что сделаю вот по этому рецепту который указан на упаковке для этого мне понадобится 500 грамм цернозерновой муки 400 миллилитров воды 2 чайные ложки соли там надо 15 грамм свежих дрожжей но я добавлю 4 грамма сухих дрожжей и коричневый сахар 5 чайных ложек я добавлю вот такой у меня есть сахар он называется фариновый я не знаю как правильно ударение фариновый наверно сахар он идет для напитков всяких для выпечки он подчеркивает вкус и очень такой интересный сахар из него можно делать в коктейле вот я буду этот сахар добавлять ну и посмотрим что получится мы начинаем все добавлять сначала воду соль сахар я коричневый сахар надо не пять ложек а три ложки там не указано масло я еще добавлю все-таки немножечко масло оливкового потому что в том рецепте который книжки что еще масло без масла вообще нет но я немножечко добавлю масло добавлю 3 столовые ложки как было в том рецепте и чайная ложка дрожжей там надо свежие дрожжи в рецепте написано на упаковке я добавлю сухие добавлю 4 грамма полная чайная ложка получится ставим в печку выставляю третью программу это цельнозерновой хлеб веса поставила килограмм и горочку среднюю ну вот наш хлеб готов вот такой там получился сверху он не очень симпатичной и весит он 900 грамм я его взвесила ну давайте посмотрим как он в разрезе получился пока честно не знаю какой рецепт лучше тот который в книжке или который на упаковке сейчас посмотрим но режется он одинаково по моему он одинаковые получился что в книжке что на упаковке и по вкусу такой же похож принципе хлеб получился одинаковый что тот что этот разница особо я не вижу вот такой хлеб получился в общем он еще горячий и поэтому вы как будто бы немножечко сырой когда он полностью остеет он конечно уже будет другая немножечко структура у него так что хлеб принципе одинаковый что по книжке что на упаковке хотя разное количество воды шло но в принципе разницы особо я не вижу можно и так и так готовить тоже такой же плотный такой же он тяжеленький получился но такой вот хлебушек короче давайте сравним его с тем хлебом который опекла первый раз посмотрите вот он такой же плотный только единственно что у него вверх покрасивее верхняя корочка а а так по плотности он такой же самый режется так же самое это вот сейчас я режу первый хлебушек который я пекла по рецепту из книжки этот внешне получился симпатичнее чем тот который я делал который на упаковке посмотрите а так в принципе видите что тот хлеб что-то в принципе они одинаковые ну вот наш цельнозерновой хлеб готов если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я с вами прощаюсь и как всегда в следующем видео до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...